В минувшую неделю странички Psychonauts 2 на Метакритике оказались в центре внимания русскоязычного комьюнити. Игроки, возмутившиеся отсутствием перевода на Великий и Могучий, вошли в режим Берсерка и уверенными, но не слишком грациозными движениями понаставили игре нулей единиц, серьезно занизив ее рейтинг. Об этом рейде уже написали не только ведущие отечественные площадки, но и забугорные игровые сайты. Сегодня хочу выкатить не столько видос с аналитикой или освещением проблемы, сколько приглашение к дискуссии. Давай-ка поговорим с тобой о ревью-бомбинге, но не в общем, а на примере конкретного кейса. Я постараюсь привести парочку аргументов и статистических выкладок и поясню свою позицию. А ты в комментах расскажи, считаешь ли ревью-бомбинг адекватным способом ведения диалога и почему, и что думаешь о конкретной ситуации с новыми психонавтами. Погнали! На всякий случай, за морским словом ревью-бомбинг называют ситуацию, когда группа лиц, не обязательно по предварительному сговору, массово набегает на площадке сегрегации оценок и принимается выставлять низшие баллы из возможных, чтобы обрушить конкретному продукту рейтинг. Обычно эти действия оправдываются высшей целью, но в большинстве случаев за ними стоит банальная обида. «Мне не понравилась концовка», «Моего любимого персонажа убили», «Из-за вашей игры в моей комнате поселилась повесточка» и так далее. Вторым психонавтам обрушили рейтинги из-за того, что игрушка не поддерживает русский язык. Даже субтитров For Russian Gamers не завезли. Ценители языка Пушкина объединились и завалили метакритик сообщениями на транслите, попутно выставляя заветные нули. И теперь довольные ждут, когда Тим Шейфер и Double Fine Productions одумаются, добавят полную русскую локализацию и поотрезают себе мизинцы в качестве извинений. Я в течение трех часов внимательно читал комменты на популярных игровых сайтах и форумах, и среди всей массы выделяется похожая риторика. «Нам должны, ведь Россия офигенный игровой рынок, какого черта?» Российская Федерация действительно принимает активное и, самое главное, заметное участие в потреблении видеоигровой продукции. Согласно статистике, за июнь 2021 года Россия входит в топ-10 стран по объему рынка, а это ни много ни мало 2,7 миллиарда долларов. Правда, на объем рынка юзеры особенно не ссылаются, предпочитая аргумент о многочисленности русскоговорящих игроков. Мол, русский язык находится на седьмом месте в мире по количеству носителей, а среди всех пользователей Стима русские уверенно занимают третью строчку. «Смотрите, народу тьма, рыночек вполне себе, неполученные прибыли миллионы, так чё ж дабл файн с Иксбоксом тупят?» «Надо им рейтинга обрушить, они на это посмотрят, расстроятся, добавят хотя бы сабы, и все заживут в мире согласии и зарашат бэ во имя луны». Второй момент – уверенность в ревью-бомбинге как единственно действенном способе коммуникации с разработчиками и издателями. Здесь надо отметить, что геймеров, к сожалению, далеко не всегда волнует именно коммуникация. Их вполне устроит рычаг воздействия. И такой рычаг они нашли в САПЖе. Парочки примеров, когда ревью-бомбинг действительно приводил к желаемым результатам, оказалось достаточно, чтобы использовать его в качестве оружия возмездия в борьбе за свои права. Говоря откровенно, девелоперы и издатели – существа далеко не безгрешные, уж точно в вопросах коммуникации. Проблема с отсутствием диалога между производителями контента и его потребителями существует в том числе из-за отсутствия информационного канала, где этот диалог можно вести. Электронные письма, твиты и прочие виды сообщений с пожеланиями или вопросами зачастую полностью игнорируются. Но вернемся к психонавтам. Свежее творение Double Fine продается в Стиме и на Плойке, а также раздается подписчикам по PayPass'а с одной и той же пометкой. Русский язык не поддерживается. Совсем. Никак. Эта информация доступна до того, как геймер купил игру. Отсюда вытекает вопрос – в чем претензия? То, что Double Fine не потратились хотя бы на субтитры для матушки России и теперь не досчитались прибыли – это личные половые трудности разрабов и Xbox Game Studios, которые издают Psychonauts 2. В настоящий момент платформер поддерживает английский, испанский, немецкий, французский, итальянский и бразильский, португальский. То есть хреново тучи не просто игроков, а целых стран вынуждено шпилить на неродном языке. И это я сейчас даже не про Скандинавию, а про топовых игроков рынка, находящихся в рейтинге гораздо выше России – Индию, Южную Корею, Японию и Китай. Игроки вышеупомянутых стран почему-то не бугуртят. И, к слову, я не помню, когда в последний раз видеоигровые тайтлы сопровождались субтитрами на татарском или якутском – официальных языках отдельных регионов Российской Федерации. Очевидно, что дело не только в том, что группа топ-менеджеров зажилила несколько очень грустных и несчастных сотен тысяч долларов на локализацию. Видимо, дело в чем-то другом. Локализация, кстати, вопрос непростой. Даже самый дешевый перевод менюшки и диалогов – достаточно муторная штука, требующая учета уймы культурных деталей, особенностей языка и прочих мелочей. Если Шейфер или даже сам Фил Спенсер вдруг решили, что можно выкатывать игру вообще без русика, ну, это их продукт и их право. Однако это вовсе не значит, что русского языка во вторых психонавтах никогда не будет. В Broken Age, помнится, со временем субтитры добавили. Я владею английским языком и даже несколько лет его преподавал, но мне совершенно не по душе достаточно часто встречающиеся комменты в духе «Если не врубаешься, самое время выучить инглиш». Да, английский уже не просто официальный язык ряда стран, а общепринятый язык, на котором говорят во всех уголках Земли. Но если вот отдельный человек-единица не знает инглиша и не хочет учить его прямо сейчас, а хочет заниматься другими, более интересными вещами, это ее выбор. Несмотря на это, ревью-бомбинг лично мне кажется абсолютно идиотским занятием. И это не только в вопросе локализации. Я уже пояснял в отдельном ролике свое отношение к оценкам, поэтому в принципе меня рейтинги на том же Метакритике не слишком волнуют. Конечно, после снятия эмбарго я смотрю, как игражуры приняли тот или иной тайтл, чекаю примерную расстановку оценок, но это просто для понимания, что происходит в мире. Ревью-бомбинг еще может служить инфоповодом, но в долгосрочной перспективе он несостоятелен. Из-за занижения рейтингов искажается общая картина, которая и так далека от какой-либо актуальности. Причем заметь, что наиболее часто это происходит именно на Метакритике, где впиявить единицу может любой желающий, даже не купив игру и ни разу ее не запустив. В Стиме такие акции происходят гораздо реже. Прямо сейчас, когда я пишу эти строчки, у Psychonauts 2 рейтинг 4,2 версии для PS4, 5,7 для ПК и 7,3 для Xbox, а в Стиме 97% положительных отзывов. То есть, когда есть привязка к аккаунту и требование купить игру перед тем, как ставить оценку, у людей пропадает охота заниматься ерундой. Но вернемся к долгосрочной перспективе. Уже сейчас вылупляются статьи о некорректности, неактуальности и, собственно, бесполезности оценок на агрегаторах. Лет 5-7 назад такие статьи не были распространены, а система рейтингов казалась более-менее адекватным маркером для тех, кто не знает, что посмотреть или во что поиграть. Нынче же достаточно часто мелькают материалы, призывающие пользователей обращать меньше внимания на количество звездочек и цветовую гамму цифр. Причем неважно, идет ли речь о фильмах, играх или даже книгах. И причина кроется как раз в ревью-бомбинге. Я не знаю, насколько прямо сейчас распространена система выплат денежных премий в зависимости от рейтинга на метакритике, но еще пару лет назад такая вещь существовала. Если геймеры и дальше продолжат использовать ревью-бомбинг, а сам агрегатор не ужесточит требования для выставления оценки, то баллы на метакритике просто перестанут иметь какое-либо значение в глазах издателей, если уже не перестали. Видеогейминг — это бизнес, и наличие субтитров или, упаси ктулху, дубляжа в конкретном тайтле — это вопрос оправданности затрат и приоритета. ЗА**ть мотоцикл без аккумулятора. Прямо сейчас русик явно не находится в списке приоритетных целей Double Fine. Однако это не означает, что там не в курсе, сколько в России геймеров и потенциальных покупателей. Более того, ревью-бомбинг искажает даже систему восприятия, принятую на конкретной площадке. У каждого человека свое восприятие искусства, которое бывает сложно запихнуть в числовую величину. Но даже если взять таковую за абсолют, ревью-бомбинг полностью из нее выпадает. Он не подчеркивает достоинства или недостатки, а лишь выдает низшее значение, соответствующее неиграбельному куску кода, которым Psychonauts 2 не является. Наконец, оценочный флешмоб просто не функционален. Вместо привлечения внимания к проблеме отсутствия хоть какого-то перевода, а именно в этом, как я понимаю, и заключается цель акции, он грубо выпихивает на передний план сам феномен ревью-бомбинга и порождает вопросы, что с ним делать. Метакритик уже не впервые удалять ворохнули единиц от сердитых геймеров. И даже если оценки и комменты в духе «Где русский язык?» останутся, то они никак не приблизят появление столь желаемых сабов. Вопрос «А что ждет такой ситуации?» остается открытым. Можно писать письма и царапать твиты, но не уверен, что это действенный способ общения со студиями. Во всяком случае, не с каждой такое прокатит. Пока себя наиболее действенно показывает голосование рублем. Чем больше людей покупает игры, тем выгоднее аудитория региона выглядит для издателя. Например, Sega только недавно осознали существование российских геймеров, и лишь к седьмой части Якудза выкатили перевод. А вот Атлусы не в курсе, что в самой большой стране мира очень хотят поиграть в их игры на родном для себя языке. Так что Shin Megami Tensei 3 и Persona 5 Strikers до сих пор не имеют перевода на русский. Надеюсь, свой ход мыслей я более-менее обосновал. Теперь перейдем к самому интересному — твоему восприятию ситуации. Делись своим мнением в коммент-секции, и не забывай про всякие там лайки, подписки, колокольчики и прочие важные кнопочки. Все телеги прогнал Большой Буковский. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok